В Люберецком ДК прошел День солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках мероприятия состоялась патриотическая концертная программа. Вспоминали трагедию в Беслане и погибших по всему миру в террористических актах. Открывал акцию глава округа Владимир Ружицкий. 333 человека погибших, из них более половины дети. Трагические события сентября 2004-го, произошедшие в Беслане, вспоминают по всей России как День солидарности в борьбе с терроризмом. Такое чувство, что это было вчера. Так или нет? Время быстро идет. Повторы возможны или нет? Если мы будем говорить откровенно, то, конечно, возможно, к сожалению. С сегодняшнего дня, если мы посмотрим в историю, то после 2005 года было целый ряд терактов. Однако, заметил глава округа, сегодня в России хорошо работает правоохранительная система и силовые структуры научились бороться с терроризмом. А если еще и жители будут бдительны, безопасность в Люберцах можно сохранить совместными усилиями. После вступительной речи Владимира Ружицкого последовала концертная программа как символ победы жизни над смертью. Мне шарманка, но победа восстанная Эту песню далеких времен Как над ниже городской ярмаркой Разливался малиновый звон Также в память о трагических событиях, произошедших в сентябре 2004-го в фойе Люберецкого дворца культуры, была организована выставка детских художественных работ. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.